Шарангу от Нью-Йорка отделяют тысячи километров. Расстояние и разница во времени не мешают прославленному российскому фигуристу Александру Апту провести в отдаленном сельском районе мастер-класс. На севере области он собрал спортсменов из разных российских и зарубежных городов. Молодые фигуристы готовы показать, на что способны. Витя из подмосковного города Чехов всего 9. Александр Апт родом из Москвы в спорте более 30 лет. Становился призером и победителем крупнейших мировых европейских и российских соревнований. Сейчас дают уроки начинающим спортсменам, правда чаще в Нью-Йорке. Там он сейчас живет и тренирует. Причем говорит, что сейчас в России условия гораздо лучше, чем в Штатах. Здесь лучшие условия. Здесь у нас сейчас очень большое количество, благодаря поддержке, спорту. У нас очень хорошие условия. Здесь очень хорошие условия, очень порядочные отношения, очень теплые люди, вкусная еда. Заполучить такую звезду на край географии региона было достаточно сложно. Постарался депутат законодательного собрания Олег Шавин. К фигурному катанию он не имеет никакого отношения. Хотя за выступлением наблюдает очень внимательно. Это подарок спортсменам перед Олимпиадой. Мы были просто счастливы и рады ему помочь во всем. Вот и все. Олимпиада? Да, Олимпиада это здорово. Но вот этих детей мы увидим через 10 лет на Олимпиаде. И я уверен, вот мы сидели, говорили с Виктором Ивановичем, и мы говорим, вот давайте возьмем список себе, да, тех детей, которые выступали. И я уверен, что через 10 лет мы их увидим точно уже призерами, в том числе и Олимпийских игр. Чаще нужно проводить такие мероприятия, и они будут проходить, потому что у нас все для этого есть благодаря губернатору. Имея вот такой замечательный спортивный комплекс, имея такую прекрасную оснастку. Александр Апт, конечно, исполняет один из самых сложных элементов в фигурном катании. Номер так и называется. Апт. Антон Ганин, Сергей Таиров, Объективно, ННТВ. Антон Ганин, Сергей Таиров, Объективно, НТВ.